Хороший вопрос, как бить, чтобы у него не было никаких синяков. Старый добрый удар по печени. По печени, в живот, да, селезенку, все варианты на самом деле хороши, но по поводу вот этого вот вопроса, вопрос... Насколько важно знать устройство? Насколько важно, да, если тренер по боксу нормальный, как если тренер по фитнесу хороший, да, то, конечно же, вам на первой тренировке должны сразу объяснять. То есть, снова говоря, у нас есть две зоны, в которые надо бить, голова, корпус, корпус там где мягонько, живот, солнечное сплетение, тут диафрагма у нас, здесь у нас печень, селезенка, ребра и голова, это челюсть, нос, брови, виски, да, и вот эти вот, соответственно, уже на голове, ну и на корпусе, это все. Любое попадание хорошее в любую из этих точек, оно может вывести человека из боя и сразу его там отправить гипотетически в нокаут. По печени, селезенку, солнечное сплетение, в висок нанести, в нос нанести удар, то есть, это все места опасные. Если у вас хороший поставленный удар, и вы там бьете человека абсолютно неподготовленного, во-первых, зачем вы это делаете, то есть, это надо понимать. Ну, из своей практики, да, могу сказать, что наибольшее количество как раз молодых спортсменов попадает под уголовную ответственность как раз тем, что вот они связываются в каких-то ситуациях на улицах, на дискотеках, да, но я рассказываю просто про свою юность, прошедшую на Урале, поэтому очень много было таких как раз попаданий нелепых, да, ну и опять же, да, я, насколько помню, нам сразу, допустим, когда мы заезды масса рукопашным будем, то есть, запрещено было бить в глаз, ну, соответственно, там, пальцами, да, там, открытой ладонью, запрещено было бить в висок, запрещено было бить в пах и запрещено было бить в область проекции сердца, то есть, в грудину с левой стороны. Вот, да, ну, вот, например, удар по затылку, там, да, то есть, он может нанести непоправимый ущерб, вплоть до кровоизлияния в мозг, до инсульта, всего остального, то есть, это может быть очень серьезная травма, вплоть до глубокой инвалидизации или даже смерти, то есть... С учетом хорошо поставленного удара, то есть, это практически, наверное, неизбежно. Да, и таких примеров даже в боксе, в хорошей боксерской перчатке, на соревнованиях даже такое бывает, там, пару раз в год, что человек становится, там, инвалидом и все остальное, так что, конечно, изучение и понимание анатомии человека, оно не просто полезно, оно нужно для того, чтобы, там, понимать, и куда надо бить, и куда не надо бить, если на то нет никакой необходимости, правильно, если это просто какой-то, там, глупый конфликт, и, да, и будь уметь бить. Ну, вообще, соприкасаясь с темой, ты должен понимать, с чем работаешь, да, если работаешь с телом человека, ты, понятно, должен понимать, да, как человек состоит, то есть, допустим, такой же удар, например, по печени, да, как в голову, в лоб, да, где самая толстая кость, может просто печень раздробить, внутри будет круг, ну, она просто разрушится, будет внутреннее кровоизлияние.